МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим о главных новостях этого дня. В эфире подробности в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Под видом переезда активисты заявляют, что участника перестрелки в Днепре увезли из больницы в другую страну. Какую и что говорит полиция? Заграничные номера в Киеве суд впервые. Штрафовал владельца авто с литовскими номерами. Что будет в дальнейшем с нерастаможенными машинами? Спецназ их встретил. В Николаеве задержали судно с сигаретами на миллионы гривен. Откуда нелегальный груз? Дипломаты на выход. Россия собирается депортировать сотрудников американских посольств. А Германия грозит штатам ответными мерами. На что уповает Трамп? Петр Порошенко подписал закон о конституционном суде. Документ дает право каждому человеку подать в конституционную жалобу. Ничего подобного в истории Украины не было, заявил президент. Кроме этого, закон обеспечивает прозрачность конкурсного отбора кандидатов в суде. Информация о каждом желающем занять судейское кресло теперь будет в свободном доступе. Если человек, прошел расследование своей дела в обычных судах, считает, что закон, который был использован при принятии решения о нем, не конституционным, он не может больше искать народных депутатов или президента, а отримает на реште право беспосредственно самому свернуться до конституционного суда с конституционной скаргой. В Днепре сбежал за границу один из участников перестрелки, которая произошла на прошлой неделе. Об этом заявляют активисты. В то же время в полиции уверяют, его просто перевели в другую больницу. Все подробности у Елены Миндалюк. Из больницы Мечникова Давида Калашникова скорую увезла вчера утром. Знали об этом немногие. Врачи, правоохранители родные. Именно они, уверяют медики, и забрали пациента. Дескать, захотели, чтобы он лечился в другой клинике. Хотя ранее претензии к врачам этой лечебницы не предъявляли. Во время перестрелки Калашников получил несколько ранений, самое серьезное в живот, но медики отпустили пациента без возражений. Транспортованный в инженеральный заклад, охрана, полиция, которая была при нем, никаких перешкод не делала, потому что из их слов пациента не высунуто никакое обвинувачение. Активисты называют это побегом. Давид Калашников, гражданин Израиля, скорее всего, именно туда и увезли его родные, якобы лечиться. На самом деле это прекрасная возможность остаться в Израиле, чтобы избежать наказания в Украине. Но самое удивительное, правоохранители, спокойно отпустили Калашникова. Хотя уже точно известно, что он участвовал в перестрелке на проспекте Гагарина и был среди нападавших. Об этом во время допросов сообщили и свидетели, и пострадавшие. Были и первоначальные заявления того же Саакяна и других лиц, из которых на этих лиц прямо указывалось, как на участников этой всей встречи и непосредственно на участников перестрелки. Ответственность кто-то должен понести из работников полиции. В полиции ничего предусмотрительного в том, что Калашников покинул больницу, не видят. И беглецом его не считают. Никакого статуса в криминальном проведении он не имеет. Сейчас у нас официально двое людей подозреваемые в сходе криминального правопорушения и находятся под вартою. Поэтому он имеет право вольно пересуваться. Сейчас, насколько нам известно, он находится в другой лекаре. Правоохранители едва ли не каждый день отчитываются о том, как ведется расследование. Но за неделю так и не смогли определить статус Калашникова и еще одного участника перестрелки. И, видимо, это не случайно предполагают активисты. Ведь чем меньше в деле фигурантов, тем проще вести следствие. Все это дело, судя по всему, спускают на тормозах. Непонятно по каким причинам, кто в этом заинтересован, почему, если это рядовой экономический конфликт, как заявляют в том числе в областной полиции Днепропетровской области. Но его спускают на тормозах. Помимо Калашникова до сих пор не определен статус еще одного участника вооруженного конфликта Давида Побиллера. Сейчас он находится в той же больнице Мечникова. Во время перестрелки получил ранение ног. Пока официально задержанными считаются двое. Александр Лакиза и Станислав Ельчишев. Они тоже были ранены. На днях обоих перевели из лечебницы в СИЗО. Елена Медалюк, Евгений Коднецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Генпрокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева. Часть нардепов уже потребовала от премьера Владимира Гройсмана уволить чиновника. Печерский райсуд поручил государственной фискальной службе проверить, не уклоняется ли министр финансов от уплаты налогов. По данным ГПУ, в 2010-2014 годах расходы Данилюка в несколько раз превысили его официальные доходы. В то же время сам Данилюк обвинение в неуплате налогов опровергает. На своей странице в Фейсбуке он предположил, что в ГПУ, вероятно, не учли его работу в частном бизнесе в предыдущие годы. Поэтому, мол, и появились расхождения между доходами и расходами. Скандальный экс-прокурор Дмитрий Сус теперь носит электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Дмитриенко. И добавил, защита Суса еще не определилась, подавать ли апелляцию по поводу меры пресечения. Вместе с тем в САП уже заявили, ведомство обжалует решение суда. Там считают меру пресечения в виде домашнего ареста слишком мягкой. Напомню, соломинский райсуд Киева отправил экс-прокурора по особо важным делам ГПУ Дмитрия Суса под домашний арест на два месяца. Его подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах. В Днепре местные жители собрали посылку для министра юстиции Павла Петренко. Активисты утверждают, что именно по его указке происходят рейдерские захваты земли. Например, один из участков на берегу Днепра пытаются отжать новые владельцы и на месте зоны отдыха построить заправку. Собственник доказал в суде свое право на землю, но судебные исполнители реализовать решение не спешат. Собравшиеся положили в посылку доильный аппарат, как символ работы Минюста. Участие в акции принял и народный депутат Сергей Каплин. По его словам, если никакой реакции не последует, то акции протеста продолжатся вплоть до перекрытия дорог. Абсолютно бездияльности, че злочинной деятельности Министерства юстиции по территории всей страны направить проект постанови про откликание Министра юстиции Петренко с посади Министра юстиции. Мы возвращаемся к международным институтам, мы возвращаемся к НАБУ, к Генеральной прокуратуре. Если те люди, которых я перелечил, Зайцева, Ибрагимов, руководитель МИЛМА, не заберут руки от этой земельной отделки, мы готовы проводить масштабные акции протеста. В Украине продолжают расти долги по зарплате. Сейчас они составляют почти 2,4 миллиарда гривен. Это антирекорд последнего десятилетия, заявил сегодня народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин. По его словам, только за последний месяц задолженность выросла на 3%, а с начала года более чем на треть. При этом долги растут повсеместно и практически во всех отраслях. Это говорит о системном ухудшении ситуации в экономике, отметил нардеп. При этом объективных причин для резкого роста задолженности нет, заявил Левочкин. По его мнению, это следствие ошибок и непрофессионализма. И сейчас крайне необходима программа по поддержке ведущих отраслей украинской экономики. Выше административный суд оштрафовал владельца авто с иностранными номерами почти на полмиллиона гривен. И это, как оказалось, уже не первое подобное постановление. Стоит ли ждать волны судебных решений и во сколько украинцам может обойтись автомобильный безвиз, расскажет Богдан Бербицкий. Брендовые иномарки, пробег несколько тысяч километров по европейским дорогам, но главное – доступные цены. Сегодня пригнать дешевые автомобили с Польши или Литвы несложно. Достаточно оставить заявку на сайте, все остальное сделают за вас. Но вот красный свет литовцам и полякам включили украинские служители Фемиды. Выше административный суд Украины оштрафовал водителя автомобиля на иностранных номерах почти на полмиллиона гривен. Это 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей. Это не первый случай. Дело в том, что буквально перед этим тоже киевский суд, и причем апелляции не подлежит, предпринял решение оштрафовать на 400 тысяч гривен гражданина, который передвигался на Ауди, и на 1 683 000 гражданина, который ездил на Мерседесе. Несколькими решениями суда все не закончится, уверен адвокат Андрей Тарасов, ведь схема, по которой украинцам предлагают поддержанных европейцев, незаконна. Правда, если дело и доводят до суда, времени на это уходит много. По правилам временного ввоза использовать автомобиль может только то лицо, которое его фактически ввезло. Дела, которые начинались в 2015-2016 году, сейчас просто вступают в силу решения в данных административных делах. То есть дальше этот вал будет нарастать, нарастать и нарастать. Но для многих украинцев поддержанная машина из Европы единственный выход, особенно для тех, кто живет в сельской местности. Анна живет за городом. На новую машину денег не хватает. Анна решила просто пересекать границу раз в пять дней. Ведь живет она недалеко от Ужгорода. И до Словакии рукой подать. Говорит, ездить дешевле, чем платить пошлину. Даже официальные импортеры признают, что высокие таможенные пошлины нужно снижать. Но у фискалов и депутатов свои планы. Ведь эти фирмочки просто так не работают. За ними стоят коррумпированные чиновники, коррумпированные правоохранители. Собственники этих литовских фирм здесь, в Украине. Они в Кабмине, они в парламенте, они бизнесмены серьезные. В том же парламенте не один раз пытались разобраться с литовскими номерами. Правда, не путем снижения или отмены таможенных пошлин, а введением драконовских штрафов для тех, кто завозит авто по серым схемам из стран ЕС. Впрочем, ни одна из инициатив так и не нашла поддержки в сессионном зале. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. В Черкасах водитель, у которой насмерть сбил пешехода, покалечил троих пассажиров и разбил пять автомобилей, спустя две недели после жуткого ДТП так и не предъявили подозрения. За рулем машины была пенсионерка. Почему дело спущено на тормозах, выяснял Станислав Кухарчук. Сейчас о той жуткой аварии здесь напоминают лишь осколки битого автомобильного стекла, но тогда, две недели назад, все происходило словно в кино. Водитель серой иномарки за перекрестком таранит старенькую Таврию. Намереваясь скрыться с места ДТП на скорости, на пешеходном переходе он насмерть сбивает женщину. Затем, не притормаживая, через 150 метров таранит подряд еще четыре автомобиля. Все произошло в 10 утра на глазах у сотен очевидцев. У нас была женщина перелетела через машину, еще на три метра и тянула. И это ехала на скоростью больше 100 километров. За рулем находилась 74-летняя экс-проректор Черкасского национального университета Валентина Артюх. До этого была секретарем Уманского комитета компартии, мэром города, замглавой облсовета, депутатом и даже начальником областного соцстраха. Свидетель ДТП говорит, что после аварии женщина пыталась скрыться, но ее задержала разъяренная толпа. Родственники погибшей женщины сначала активно искали свидетели аварии, но спустя две недели наотрез отказались общаться с журналистами. Не нашли мы и троих военных, которых спасатели вырезали из разбитой лады. А вот Валентину Артюх сразу же отвезли в областную клинику, где дочь работает заведующей одним из отделений. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Через неделю заподозрили и инсульт. И хотя диагноз не подтвердился, врачи не разрешают с ней общаться из-за нестабильного психологического состояния. Критика у нее снижена и продуктивному контакту, как пишет лекарь, специалист, который мы попросили, непродуктивно. Как я могу сейчас вам конкретно дать? Пока виновница смертельного ДТП кочует по отделениям областной больницы от нейрохирургии до неврологии, следствие застопорилось. Прокуратуре уверяют, ее не могут ни допросить, ни предъявить подозрения. Симулирует Валентина Артюх или нет, должен установить судмедэксперт. Только после его отчета следователи смогут допросить бывшую чиновницу. Станислав Кухарчук, Белла Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкассы. Пальба в Ивано-Франковске. Сегодня в полдень. В центре города неизвестно расстрелял авто, в котором находился местный бизнесмен Игорь Гербин, известный как Червонец. Стрелок выпустил в него примерно 7 пуль, после чего скрылся с места преступления. Бизнесмена заставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Преступника разыскивает полиция. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, как он выглядит, а также автомобиль, на котором он уехал. Местные СМИ сообщают на фото местный криминальный авторитет по прозвищу Дыра. Машину уже нашли. Стрелок бросил ее в нескольких километрах от места преступления. Сам же скрылся. В городе объявлен план перехват. Причина конфликта пока неизвестна. Как сообщают правоохранители, это не первое покушение на Игоря Гербина. В прошлом году в него тоже стреляли. На грунте непризных стосунков, которые выникли между данными гражданами попередньо. Но это все, я наголошую, не нужно воспринимать как кинцевую версию. Ведомо, что в него уже неодноразово были конфликты. И буквально в том году, так же в данного гражданина проводились, скажем так, телесные ушкоджения, были заподействованы с вогнепальной оружием. Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии с передним диагнозом проникаючи вогнепальное поранение грудной клетки. На данный момент пациент пребывает в операционной теракальной хирургии. Идет оперативное втручание. Очередной пожар в курортной зоне Одессы. Сгорела пиццерия на пляже Аркадия возле популярного ночного клуба Ибеца. Клуб не пострадал, а вот пиццерия уничтожена практически полностью. Посетителей соседних баров и ресторанов пришлось эвакуировать из-за сильного задымления и угрозы распространения огня. По какой причине произошло возгорание, специалистам пока неизвестно. А вот очевидцы рассказывают, сначала в пиццерии что-то взорвалось и уже потом оттуда повалил дым. Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже третий масштабный пожар в курортной Одессе. Минувший понедельник огонь уничтожил ресторан «Хуторок» на пляже «Лонжерон». В выходные сгорел клуб «Пляжник». Там, уверяют, пожарной причиной стала неисправная электропроводка. Впрочем, активисты считают, что череда пожаров не случайность, а передел пляжного бизнеса. Трое украинских бойцов ранены сегодня в зоне АТО. Все они попали под обстрел в поселке Новотошковская Луганской области. С начала суток боевики открывали огонь всего трижды, сообщают Минобороны. Но уточняют, что в последнее время это типичная тактика. Активно стрелять в противник начинает с наступлением темноты. И одно из самых горячих направлений – Мариупольская. О ситуации расскажет Руслан Смещук. Поселок Водяное под Мариуполем. Когда-то серая зона, а сейчас подконтрольная территория. Повсюду остатки снарядов и мин. На территории Водяного периодически можно встретить такие вот военные артефакты. Минометы по поселку бьют постоянно. Больше половины домов повреждены, а то и полностью уничтожены. Бьют по этому населенному пункту. Как вы видели, живых домов почти не осталось. Все разбитые, как не осколками посечены, а пулями. А так, каждый вечер все продолжим. Из-за летней жары повсюду сухостой, который мгновенно вспыхивает во время обстрелов. Боевики этим пользуются, стреляют зажигающими снарядами. А когда пожар разгорается, обстреливают из пулеметов, не давая украинским военным погасить пламя. Получается, прилетает СПГ сюда и запалит площадку. И вот все, весь садок, кто-то тут жив, все выгорело. До хаты, бачим, шифер тоже в диму, вовремя тут потушили, прибегли, чтобы не было возгорания дальше. Вот такую они тактику применяют. И пока тут тушат, они накидают еще сюда СПГ, крупнокаліберный пулемет сюда добивают с тех посадки. Ну, ведут хаотический вагон и вдруг кого-то попадет. Не дают тушить. В Водяном сейчас живет всего 11 человек. Одна из них Зоя Краля. Женщина разводит косы, выращивает овощи на огороде. За счет этого и выживает. К боевым действиям уже почти привыкла. Каждую ночь стреляют. Каждую ночь. Начинают. Вот сегодня в 6 часов утра я кос подоила. Начала там стрелять. Вечером сейчас жарко в огород не выйдешь. Страшно? Знаете, после того, как кос побили, когда рядом рвется, страшно, когда пули мимо летят. Женщина старается лишний раз не выходить на улицу, а если и передвигается по поселку, то лишь перебежками и поближе к укрытию. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Санкционная война. Москва ответила высылкой дипломатов на принятие Конгресса нового закона об ограничениях против России. Германия угрожает теперь уже Америке ответными мерами. На что в этой ситуации рассчитывает Трамп? Все детали знает Дмитрий Анопченко. Дональд Трамп без сомнения подпишет новый закон о санкциях и рассчитывает, это поможет в первую очередь урезонить Россию в отношении ее действий в Украине. Признался прессе вице-президент Пенс. Он сейчас с визитом в Таллине. Президент дал ясно понять дестабилизирующая деятельность России и поддержка непризнанных режимов их деятельность в Украине неприемлема. И президент четко продемонстрировал, что скоро подпишет санкции, введенные Конгрессом США, чтобы усилить их. В то же время наши намерения понятны. Мы рассчитываем, что поведение России изменится. И президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российских властей в отношении Украины. Но пока что все наоборот. Москва ввела ответные санкции, попросив 755 сотрудников американских посольств и консульств в России покинуть страну. Это политическое сокращение штата без сомнения осложнит работу посольства Америки в Вашингтоне. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол так и вовсе сейчас прогнозирует, мол, россиянам теперь придется ждать свою американскую визу долгими неделями, а то и месяцами. В Госдепартаменте говорят, пока что думают над ответом. В то же время на новые санкции неожиданно решила дать Германия. Министр экономики страны Бригитта Тюпресс уже пригрозила штатам ответными мерами. Дескать, американцы не могут штрафовать немецкие предприятия за то, что те занимаются бизнесом в другой стране. И хоть торговой войны и не хотят, будут настаивать на контрмерах, предложив Еврокомиссии их ввести. Понятно, что происходящее способно серьезно осложнить и без того непростые отношения между Вашингтоном и Берлином. В Белом доме это отлично понимают, сейчас по сути заложник Конгресса. Стоит ему не подписать, не ввести в действие новый закон о санкциях, за него это без проблем сделают законодатели, да еще и виноватым выставят. Поэтому в Белом доме новая команда с одной стороны сдержана, говорит о необходимости санкций, с другой намекает прессе, мол не все еще потеряно. Нью-Йорк Таймс написала со ссылкой на источник в Белом доме, мол там не теряют надежды на улучшение отношений с Россией. Но судя по всему, Конгресс будет очень жестко пресекать любые попытки это сделать. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Координатор ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы оккупированного Донбасса. Об этом представители трехсторонней контактной группы договорились во время сегодняшней скайп-конференции. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Герасченко на своей странице в фейсбуке написала, Фриш поедет на оккупированную часть Донбасса уже в августе. Кроме того, боевики включили в списки на обмен россиянина Виктора Агеева, которого они называют ополченцем. Но, по словам Герасченко, Украина считает Агеева военным преступником и требует, чтобы Россия признала его участие в войне на Донбассе. А в России приговорили к 12 годам тюрьмы гражданина Украины Алексея Сизановича. Ему 61 год и он болен. Но Северокавказский военный суд увидел в нем террориста, который якобы готовил теракты в Ростовской области. Пенсионера также обязали заплатить штраф 250 тысяч рублей. В украинском МИДе заявляют, информацию об уголовном производстве в отношении Сизановича не получали, поэтому поручили генеральному консульству в Ростове проверить эту информацию. В Днепре умер боец, который получил тяжелое ранение на полигоне в поселке Черкасское. 20 июля там проходили соревнования среди танковых экипажей. Во время стрельбы в одном из танков произошел взрыв боеприпаса. Ранение получили 8 бойцов 93-й бригады, пятерых доставили в госпиталь, троих в тяжелом состоянии в больницу имени Мечникова. Крупнейшая партия контрабанды в истории Украины. Пограничники вместе с оперативниками СБУ задержали в Черном море баржу с миллионами пачек сигарет. Нелегальный товар везли в Николаев, но помешал спецназ. Подробности операции знает Кирилл Ющишин. Баржа с контрабандой вошла в территориальные воды Украины вчера. Уже к ночи буксир завел ее в Букский лиман. По документам баржа была пустая, якобы следовала в один из Николаевских портов на загрузку зерновыми. Трюк открытый. Пограничники следили за баржей не просто так. В поле зрения СБУ контрабандисты попали еще в марте. Так что о планирующемся ввозе силовики знали и готовились застукать их на горячем. Во время обысков на барже уже насчитали 2 миллиона пачек сигарет без акциза. Выпущенных под канадским брендом скорее всего это подделка. Но в службе безопасности сообщают подсчет еще не закончен, поэтому точную стоимость товара назвать сложно. Это рекордный улов контрабанды за последние годы и один из самых крупных в истории независимой Украины. пограничники составили на всех членов экипажа и украинского судна и буксира административные протоколы. Обычно наказание за такое нарушение всего лишь штраф. Но поскольку контрабандисты фигурируют в уголовном производстве СБУ, им грозит до 7 лет лишения свободы. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности телеканал Интер, Николаев. Экономическое давление как метод ускорить депортацию. Власти Германии пытаются усовершенствовать процесс высылки беженцев, которым отказали в убежище, в том числе и с соображением безопасности. Подробнее Татьяна Лагунова. Смертник, взорвавший себя на музыкальном фестивале в Ансбахе. Террорист, который угнал грузовик, чтобы потом задавить как можно больше людей на рождественском рынке в Берлине. И мужчина, который в прошлую пятницу, вооружившись ножом, атаковал посетителей супермаркета в Гамбурге. Все они просили в Германии убежище, получили отказ, но так и не были депортированы из страны. И теперь немцы пытаются понять, почему не работает система и как ее можно усовершенствовать. Миграционные службы принимают решение о депортации, а отказники все равно остаются в стране. Подобных историй в Германии десятки тысяч. Беженцы, которым отказано в убежище, в половине случаев получают право на время отложить выезд, доказав, например, что на родине им угрожает опасность, либо что они серьезно больны. Но чаще всего депортацию тормозит отсутствие документов, удостоверяющих личность. Многие беженцы прибывают в Германию без паспортов. Родные же страны, которые должны им выдать новые документы, делают это очень неохотно. Марокко, Тунис, Алжир и другие немецкие политики постоянно призывают страны, которые считаются безопасными, активнее сотрудничать в вопросе депортации. И от слов уже начинают переходить к делу. Социал-демократы, например, предлагают использовать экономические рычаги, чтобы заставлять другие страны принимать своих граждан обратно. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Пакуют чемоданом около 30 банков, задумываются о переезде из Лондона во Франкфурт из-за Брекзита. Ищут новое место для офиса вне британской столицы и Европейское агентство лекарственных средств. Кто еще и куда именно собрался эмигрировать, расскажет Елена Абрамович. Презентации мероприятия в Брюсселе, визиты с буклетами и предложениями в Лондон. Европейские страны начали охоту на частные компании и институции ЕС, которые после Брекзита будут вынуждены покинуть Лондон. Одним из самых лакомых сейчас является Европейское агентство лекарственных средств. Вопрос стоит о переселении почти тысячи сотрудников. В лондонский офис агентства уже по несколько раз приезжали представители Австрии, Дании, Франции. Побывали там министры здравоохранения и многих других стран. Кто-то ездил с проектами новых офисных центров, кто-то с предложениями по адаптации, языковые курсы и поддержка семьи. Окончательное решение, кому достанется агентство, будет принимать Совет ЕС в ноябре. Над тем, чтобы процесс прошел максимально мягко, работают сейчас и Брюссель, и Лондон. Мы считаем, что любой переходный период должен быть завершен к следующим всеобщим выборам в июне 2022 года. Это может быть быстрее, зависимо от технических моментов, таможенных и иммиграционных договоренностей и так далее. И от переговоров с Европейским Союзом, которые должны быть завершены до 29 марта 2019 года. Но в первую очередь мы работаем над тем, чтобы пройти этот процесс, избежав разрушительных последствий для бизнеса и отдельных граждан. Новые офисы ищут и банки. В настоящее время около 30 международных финансовых учреждений планируют переезд во Франкфурт-на-Майне. Часть из них уже официально уведомили Британию, пишут немецкие СМИ. Ну а следующими в рейтинге привлекательности для тех, кто пакует чемоданы в Лондоне, стали Дублин и Париж. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Великобритании журналисты грозят забастовкой из-за разницы в зарплатах у мужчин и женщин. Ранее телекомпанию BBC обвинили в том, что большинство самых высокооплачиваемых звезд там мужчины. Теперь к скандалу присоединилось и крупнейшее издание. Больше расскажет Алексей Пшемырский. Журналистки самого известного экономического издания в мире Financial Times против экономии на своих зарплатах. Сотрудницы газеты заявили о гендерном неравенстве в компании после того, как выяснилось, что их коллеги-мужчины в среднем получают на 13% больше. При этом топ-менеджеры и редакторы преимущественно тоже мужчины с зарплатой от 80 тысяч фунтов в год. Ранее зарплатный скандал разразился и в крупнейшей британской телекомпании BBC. Оказалось, что две трети самых высокооплачиваемых сотрудников там тоже представители сильного пола. При этом звездным экраном мужчинам BBC платит в среднем в 4 раза больше, чем женщинам. К примеру, бывший ведущий автомобильного шоу Топ-гир Крис Эванс получал больше 2 миллионов фунтов в год. А вот ведущий самого популярного шоу для женщин British UNB Клауди Винклман платили только 500 тысяч. Однако проблема существует далеко не только в СМИ, говорят сами британцы. Это проблема всей страны и думаю в ней виноваты те, кто стоит у руля подобных компаний. А вы лично как женщина сталкивались с этой проблемой? Да, каждый день, постоянно, но я уверена, чем больше мы будем говорить об этом, тем больше людей начнут задумываться и что-то менять. Думаю, главная причина в том, что долгое время в нашем обществе не считались правами женщин. Нам самим нужно кардинально пересмотреть свое отношение к правам мужчин и женщин. Эта проблема намного глубже, чем тот факт, что Крис Эванс получает гораздо больше, чем звезды телеэкрана женщины. В BBC пообещали уравнять зарплаты, но лишь к 2020 году. Неравноправие в оплате труда в эту среду обсутят в профсоюзе журналистов Великобритании. Тем временем сотрудницы Financial Times уже пригрозили забастовкой и заявили, что попросту не смогут писать о гендерном равенстве, пока начальство не пообещает привести к общему знаменателю оплату труда. К ним из солидарности обещают присоединиться и коллеги-мужчины. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. На чем погорели воры в самом крупном аэропорту Италии, зачем Парижу парад в честь футболиста и какое самое оригинальное задание за все годы работы получил американский полицейский. Об этом не только в нашем международном обзоре. Туристический Таиланд затопило. Из зоны бедствия эвакуировали 2000 человек. Причиной потопа стали затяжные дожди на прошлой неделе. Уровень воды в реках поднялся до рекордных отметок. Кроме того, жители предупредили о возможном цунами. Огромная волна может накрыть 80% территории страны. В 2004-м Таиланд уже пострадал от разрушительного цунами. Тогда в регионе погибли 226 тысяч человек. Полиция Рима задержала банду воров, которая орудовала в крупнейшем аэропорту Италии Фьюмичино. На след злоумышленников вышли после многочисленных обращений в полицию. Люди заявляли о пропавших вещах из багажа. Карабинеры вычислили двух сотрудников аэропорта. Они и доставали дорогие предметы из чемоданов. Злоумышленники не знали о камере слежения в одной из комнат. Благодаря ей воров и задержали. Футбольный клуб Парис-Сен-Жермен договорился с властями Парижа о проведении парада на улицах города в честь покупки бразильского нападающего Неймара. Завтра игрок должен пройти медобследование и вскоре прилететь в Париж. Если трансфер не сорвется, клуб заплатит Барселоне за Неймара 222 миллиона евро. Бразилец станет самым дорогим игроком мирового футбола. Предыдущий рекордсмен был на целых 115 миллионов евро дешевле. Фабрис Группа завершил свое путешествие на скейте по Франции. На борде с электродвигателем и прицепом путешественник исколесил всю страну. Скейт оборудован батареей и заряжается солнечной энергией. На своем транспорте Фабрис планирует совершить первое в мире кругосветное путешествие. Стартует Группа весной следующего года. Планирует преодолеть 25 тысяч километров. Хочет доказать, что экологически чистый электротранспорт доступен для всех. В Бразилии группа скалолазов пообедала на 20-ти метровой высоте. Причем не просто перекусили, а накрыли самый настоящий стол. Его специально закрепили на высоте. С собой поднимали даже гриль, чтобы приготовить популярное в Бразилии блюдо чураска. Скалолазы зарегистрировали свой подъем в книге рекордов Гиннеса. Считают, так еще никто не обедал. Самое приятное задание за все годы работы выполнил полицейский Дэвид Бондей из штата Колорадо. На улице к нему подошла четырехлетняя Синди и попросила проверить, нет ли в ее комнате монстров. Бондей отнесся к просьбе со всей серьезностью. Вместе с девочкой поискал монстров под диванами, кроватями и в подвале. Видео поисков опубликовала в соцсетях мама девочки. Семья недавно переехала в новый дом и Синди хотела убедиться, что там нет чудовищ. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова